МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите «Персональный акцент». Уверен, что многим известно выражение о политике, о продолжении экономики. А если говорить о Молдове, невольно произносишь, какова политика, такова и экономика. О причинах тупика, в которые страну загнала сегодняшняя политическая элита, поговорим с известным экономистом Михаилом Поясиком. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте поговорим с того, что сейчас буквально в эти часы, дни на слуху. Интересное продолжение истории с украденным миллиардом. На днях на своей странице в социальной сети Юрилянко сообщил, что согласился выдать гарантии правительству Национальную банку для кредитования трех проблемных банков, только после того, как соответствующие рекомендации прозвучали со стороны Всемирного банка и Международного валютного фонда. Но, смотрите, реакция поступила незамедлительно. Всемирный банк в своем пресс-релизе сообщил, что ничего не знал о намерении правительства о том, что касается гарантий, до того, как эти гарантии появились. А Международный валютный фонд, как оказалось, не рекомендовал правительству Молдовы подписывать гарантии для выдачи кредитов из Национального банка трех проблемных банков. Вот что это? Разоблачение лжи бывшего премьер-министра или так называемые финансовые партнеры решили отмежеваться? Как он сам сказал, всего лишь премьер-министр. Он же сам сказал, я всего лишь премьер-министр. Это высочайший уровень непрофессионализма, который пытается спрятаться за откровенную ложь. Это фактор такой вообще известный. То есть понятно, что человек некомпетентен. Ему кто-то сказал, это абсолютно очевидно, не из Всемирного банка и не из Международного валютного фондов. Ему сказали, как поступить. Ему сказали здесь, как надо поступить, и он послушно это сделал, не задумываясь о том, потому что я хочу, чтобы телезрители понимали, то есть признанный недостаток ликвидности в этих трех банках был 2 миллиарда. Они выдали двумя траншами, 9,5, потом еще 13,3. Вот как бы этот... То есть не было необходимости... Даже 14,6, потому что я тогда объясню, чтобы было понятно, как это было сделано. Уже к этой афере как бы вернемся и объясню, в чем суть преступления, потому что я неоднократно об этом и говорил и так далее. Значит, делается следующим образом. Значит, это произошло все 25-26 ноября 2014 года. Значит, Молдинкомбанк, Агробанк и Виктория Банк выделяют межбанковский кредит, отдают его. Кроме того, оголяется, полностью вычищается вся ликвидность из Банка Диэкономии и Унибанка. Загоняется в банк сначала, это легко проверить. Есть бухгалтерский баланс на 30 октября, 30 ноября. То есть два баланса. Там есть строчка 140, алтиактивы, прочие активы. Значит, было 60 миллионов, осталось 17 миллиардов, 860 миллионов. Значит, эти деньги в течение двух дней выделяются, из них, из этих 17,8, потому что там, значит, долго рассказывать, 13,3 миллиарда отдается пяти фирмам, суставным капиталом 5400 леев. Оказывается, на что это выдаются, эти средства? Значит, залоговым выставляет фирма «Фортуна», которая потом говорит, что я понятия не имею. Но я просто, чтобы телезрители понимали, значит, дело в том, что по банковскому законодательству в одни руки запрещено давать больше 15% от собственных средств банка, при любых обстоятельствах. Это во всем мире так, чтобы не думали, да? То есть для банка сначала это было 70 миллионов. Тут выдали 13,3 миллиарда, по сути дела, без залога и так далее, и так далее. Все это прошло через Национальный банк. Я читал много лет банковское дело в экономической академии. Там все студенты это знают, да? Значит, это проходит в платежном поручении написано, кому, чего и за сколько. И когда в Национальном банке видят, что перезислено несколько миллиардов фирмы с суставным капиталом 5400 леев, когда знают и написано, что это кредит, то есть они должны были отреагировать. То есть никто не реагирует. Поэтому возникает вопрос. Первый. Кредитный инспектор, который оформлял кредитное соглашение, он грубо нарушил действующие банки. Он знал, что идет на преступление. Завизировал юрист. Знал, что идет на преступление. Подписал начальник кредитного отдела. Знал, что совершил преступление. Утвердили на кредитном комитете. Утвердили на совете банков. Подписал главный бухгалтер и руководитель банка. То есть это люди, которые совершили конкретное преступление. Они все к ним никакие... Причем, обратите внимание, это банка Сочиалы. Прежде всего. И там не Шор. Боже упаси, я не являюсь адвокатом Шора. Там не Шор. И не управляющая банка. Значит, там был Папук. Это бывший министр. Это был представитель Света Банка. И Кривчанская была управляющая банка. Вот смотрите. Вот вся эта компания вместе с Национальным банком. Значит, они провели эту аферу. Вывели деньги. Ни один человек, прошло уже два с половиной года, ни один человек не пришел к ответственности. И все эти разговоры о том, что кто-то чего-то, кого-то ищет. Вот в этом как бы основной криминал. Это все равно, что вы едете на красный свет, совершаете тяжкое дорожно-транспортное происшествие. А потом кто-то говорит, а мне начальник сказал, едь. Это же детский лепет. Вот как бы основные моменты. Поэтому да, там виноваты и в банк, где экономия, виноваты и в Унибанке, и в Моллингкомбанке. То есть, как бы есть там проблемы. И в Викториабанке, и в Агробанке, которые кредитовали. А потом уже поступили деньги под гарантию сначала 9,6 миллиарда. После этого поступило еще до 14,8, по-моему. Не сменяю память, да? Общая сумма получилась. И сначала было правительство Лянге, потом правительство Габурище. Я уже не помню, чтобы я не попутал. И они закрыли эти кредиты. То есть, они закрыли. Этим банкам вернули деньги. Но вот по сути дела получилось вот то, что мы имеем. И, понимаете, обрушился лей. Почти в два раза, можно сказать. Да, да. Там была паника. Там было за 20. Сейчас правда 18. Но тогда было за 20. И потеряли все. Потеряли все, кроме тех, кто эти деньги украл. И когда говорят, что ищут деньги. Ну, как можно? Вот представьте себе ситуацию. У вас из кармана вытащили кошелек в троллейбусе. Вы держите человека, который вытащил за руку. Да, держите. Все это видят в троллейбусе. Вы вызываете полицию. А он в это время кошелек скинул с моего напарника. Кто-то убежал. Полиция говорит, вы отпустите. Пусть он идет гуляет. Да? Пусть он гуляет. А мы будем искать. Мы будем искать тот, кто унес кошелек. Вот примерно ситуация такова. То есть, меня лично она просто возмущает. То есть, получается, нет того, кого с поличным взяли. Кто совершил конкретное преступление. Кто был конкретный подельник. То есть, те, кто воровал деньги, их не трогают. А почему не трогают? Потому что они, понятно, что это не их идея. Понятно, что они участники схемы. Если мы начнем их сажать, то они наверняка назовут тот, кто всем этим дирижировал. Вот и все. Вы назвали такой круг людей, начиная от кредитных инспекторов и заканчивая представителями банков. Получается, что и бывший премьер, просто премьер-министр Юрий Лянко тоже был в числе людей, но исполнителей. То есть, он нес, будем говорить, опять же, такую размытую ответственность. Ну, как госпожа Табырца, которая считается, она единственный человек пострадавший, который уволили. Сработана на 25-26 ноября. Сидела в расчетно-кассовом центре Национальной банка и следила, чтобы эти все платежи прошли. Вот ее уволили с работы. Вот единственное наказание. Вот единственное, кто понес хоть какую-то ответственность, если это считать наказанием за украденные миллиарды. Ну, а перспектива, на ваш взгляд, возвращения этих средств, она лежит в области экономики или политики? Она лежит в основе мошеннической схемы. Дело в том, что бизнес идет в политику для того, чтобы делать бизнес. Но бизнес по своей сути является криминальным. Вот в чем проблема. Вот в чем проблема. Это все правильно, это все хорошо. Но садят, кроме них, мы должны посадить и тех главных, как бы, виновников. То есть садят избирательно. Те, кто мешают сегодня, или те, кто уже не нужны, будем говорить, в тех делах, которые продолжают твориться в нашей стране. Вот в этом вся проблема. То есть задвинули от кормушки. Да, они просто сегодня не нужны, и просто их сдают, и создают видимость такой активности правовой, что вот мы, видите, мы сажаем, мы премьер-министра посадили и так далее. Но премьер-министр уже не был премьер-министром, когда воровали миллиард. Ему там по совсем другим делам, как бы, его пристегнули. Вот, то есть, можно здесь много говорить. Причем там часть денег, о которой говорят Шеверун, там, по сути дела, часть денег пошла не выведенной бы в этой стране, а пошла на закрытие прежде взятых кредитов. Там надо долго просто рассказывать. Там много материалов. Просто прикрытие дыры, которая образовалась, опять же, из-за чьих-то, будем говорить, не совсем честных действий. Да, но чтобы понять масштаб, потому что многие не понимают, что такое миллиард для Молдовы. Вся денежная масса в стране на тот период в наличной, безналичной форме у физических и юридических лиц была 42 миллиарда. Украли 17,8. Вот, чтобы вот эти деньги, которые ушли с банка Сачала, ушли вне. Ну вот, тут, казалось бы, все очевидно, и когда начинает вот этот детский лепет рассказывать сказки о том, что кого-то что-то пытается поймать, это только для того, чтобы замазать глаза и создать видимость, что, вот как кричат, держи вора, держи вора, да? Одень в это время в кармане. В этой ситуации, конечно, удивляет или не удивляет та реакция, которая, скорее всего, отсутствует, наверное, со стороны внешнефинансовых и международных партнеров. То есть, смотрите, Евросоюз безмолвствует, не особо там порицает нынешние власти, а наоборот даже поощряет. Вот сейчас решается, насколько мне известно, 5 июля должно пройти заседание Европарламента, где будет, возможно, принято окончательное решение о предоставлении Молдовы макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро. Это уже, в общем-то, наверное, такой посыл. Ребята, все правильно, вот мы сейчас поможем, вот еще 100 миллионов подвезем в евро. Нет, это не все правильно. Они, давайте прямо говорить, они тоже признают, что это очень воровское государство, что здесь воруются деньги, это признают. Они сами сказали, что это захваченное государство. Но у них есть выбор. Либо они эту власть отстраняют, я считаю, выступают против нее, но тогда приходят Додон и социалисты, и другие, которые как бы тяготеют к России, а это им как черт ладана. То есть это полный разворот экономики и политики. Да, это геополитика. Поэтому в конечном итоге они готовы пожертвовать, как бы нами, отдали нас на заклане. Им главное, чтобы в Молдове не происходило сближение Молдовы с Россией. И именно поэтому избирательно, вот смотрите, закрытие, будем говорить, пропагандистских каналов со стороны России. А что, разве нет пропаганды со стороны Румынии в Молдове? Что нет, разве пропаганды со стороны Евросоюза в Молдове? Что разве нет пропаганды со стороны США в Молдове? И масса как бы Евроньюз и так далее. Ведь там же тоже избирательная информация, она передергивается, это информационная война. Это не надо говорить о том, что сегодня те белые, а те черные. Нет, и те, и другие, да, есть элементы пропаганды, это нормально, но и у телезрителя, и у гражданина есть возможность послушать один, послушать второе, сделать свой выбор. То есть найти ту золотую середину, почитать, есть много источников информации, сопоставляете, думаете и так далее. Она совершает возможности узнать второе мнение. И получается промывка мозгов. Вот я родился на Украине, и у меня много осталось, и кончалось там институт, до 25 лет я жил на Украине. Осталось много друзей, родственники, мои родители уже умерли, там сестра живет, далее. Когда общаюсь, у них сейчас главный враг, главный враг, вот мои коллеги и так далее, я поражаюсь, причем люди, которые, я считаю, что образованы и так далее, главный враг это Россия. Путин, Россия и так далее. То есть мозги промыли уже по полной. По полной. Вот в этом. И как у Украины, но у нас вот сейчас только закрывает, а там еще при Янаковиче на российских каналах, когда шел новостное время, значит, я бывал у родителей, это еще было в 2000-х годах, значит, шел какой-то фильм старый, там 30-х годов или 40-х, образно говоря, то есть новостные каналы российские не работали. Уже тогда, как бы. А в последнее время, то есть понятно, то есть однозначно, что Россия это главный враг и все беды на Украине только от России. То есть получается вот эти 100 миллионов, это такое, знаете, оплата за то, что сегодня власть демонстрирует такую лояльность к требованию относительно ограничения так называемой пророссийской пропаганды. То есть получается оплата за... Да, 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 конечно, конечно, это та конфетка, тот пирожок, который хотят дать власти, причем там же часть идет кредитами, часть идет грантами. Ну странный пирожок, с такой начинкой, где 40 миллионов это гранта, 60 миллионов, будьте добры, под проценты. Да, да, под проценты, и вопрос здесь заключается в том, что мы все больше и больше влазим в долги, долг у нас растет, можно сказать, почти в геометрической прогрессии. Значит, мы возвращать все это с большими отсрочками, стратегии, которая бы позволила стране подняться. Мы видим, что мы топчемся на месте и даже в некоторые вопросы откатываемся назад. То есть в стране идет реальная деградация страны, мы об этом, наверное, еще поговорим. Значит, то есть нас просто загоняют в угол, страна разоряется, люди отсюда бегут, и с богом данного рая, да, как считалось Молдова, потому что здесь изумительный климат, изумительные почвы. Страна цветущий сад. Да, цветущий сад мы превращаемся в страну, где будет вас сделать только рапс, пшеницу, кукурузу, подсолнечник. И все. То, что легко убирается и даже без помощи людей. Да, и без помощи людей. Ну, вот утверждают, что сегодня правительство очень любит этим, так сказать, манипулировать. А у них больше не о чем хвастаться. Да, что есть определенный рост экспорта страны Европейского Союза. Ну, задаешься вопросом. Хорошо, тогда уже мы полностью отказываемся от восточных рынков. Нам не нужен уже, допустим, такой рынок, как рынок Российской Федерации, за который фактически войны сегодня в мире происходят. Вот давайте тогда я специально взял. Значит, телезрители могут посмотреть. В эту среду вышла статья в аргументных фактах, на 13 страницах, есть вся 13 страница, стратегия замещения. Там цифры эти есть, но я просто отдельно назову. Вот смотрите, если Евросоюз, первый квартал 2014 года, да, наш экспорт был 318,8 миллиона, а в 2017 году первый квартал 335,6. То есть, уровень, где же рост. А в России у нас сокращение получилось двукратное, а если год-года, там почти трехкратное сокращение было. Причем, я хочу, чтобы... А в натуральных цифрах это как бы выглядит? А в натуральных цифрах я могу сказать, что вот мы очень сильно выросли, у нас был прошлый год очень урожайный, пшеница, кукуруза, подсолнечник и так далее. Мы очень сильно выросли по этим статьям. Я вот назову, значит, мы в Евросоюз поставили пшеницы в прошлом году на 2,7 миллиона, в этом году на 10,2 миллиона. Это за первый квартал. То есть, рост в четыре раза. Кукурузы 3,6 миллиона, 5,2 миллиона. Сои 600 тысяч долларов, 2,8 миллиона. Рапса 0,4,5 миллиона. Но это сопоставимо с теми цифрами, которые мы потеряли, например, из-за потери рынка восточных странах? Значит, вот тут вопрос заключается в чем? Заключается в том, что мы поставляем абсолютно разные товары, абсолютно разные товары на восток и на запад. Значит, мы с запада получаем продукцию с высокой добавленной стоимостью. То есть, мы видим это высокотехнологические изделия. Мы продукты животноводства. Туда мы, по сути дела, ни одного килограмма не поставляем. Я как раз называл цифры, там 10, 20 килограмм и так далее. Мы оттуда получаем племенное яйцо. Мы оттуда получаем племенную птицу. Мы оттуда получаем семена подсолнечника. Мы оттуда получаем семена пшеницы. Мы получаем семена кукурузы. А в России мы поставляем семена кукурузы. Мы поставляем семена подсолнечника. Вот я просто тогда уже как бы назову Вот из этой статьи, которая опубликована, чтобы было сравнить. Вот смотрите, племенная птица. В первом квартале 2015 года мы 801 тысяча голов. В первом квартале 2017 года импортировали 1104 из Евросоюза племенной птицы. Если говорить по семянам кукурузы, семян кукурузы 958 тонн, а в этом году 1 720 000, то есть в два раза. Очень интересно, по молочной продукции 1,5 миллиона долларов, 5,04 миллиона долларов. То есть в три раза с лишним. Вот мы стали наращивать, почти в два раза выросли сладкие воды. То есть из-за рубежа. Пиво у нас выросло 150 тысяч долларов, стало 680. Все, что мы импортируем сейчас. Да, сигареты 484 миллион 39 и так далее. То есть здесь можно переселять другие виды продукции. А экспортируем тогда что? А экспортируем я назвал, вот смотрите, шеница, кукуруза, соя, подсолнечник. Значит у нас из переработанных продукций мы экспортируем. Это концентрированные соки, это сахар, это вино и подсолнечное масло. Все, вот это наше. Значит мы где-то процентов 35 у нас чистый реэкспорт. То есть это продукция третьих стран, которую мы просто перепродаем. И половина продукции, это продукция издавательского сырья. То есть мы в Евросоюз своей продукции практически никакой не... То есть нам присылают кабель, мы его порезали, сделали проводку. Нам прислали крой материала, лекалы и так далее. Мы шили одежду, обувь. И оплатили только услуги. То есть за рабочие руки заплатили. Да, и у нас сегодня, если посмотреть объем промышленного производства, непродовольственных товаров, то у нас половина промышленной продукции, это продукция издавательского сырья. И она с года в год она растет. Поэтому сегодня... Здесь налоговая база, наверное, минимальная, да? Конечно, да. То есть мы здесь... Ну, я могу назвать, например, и многие знают, вот самое сложное в швейной производстве, не женское платье, да, а мужской костюм. Вот мужской костюм стоит пошить 10 долларов. Мужское пальто где-то до 7 долларов. А вы знаете, сколько стоит, когда приходите в этот магазин и... Ну, 150 евро и выше. Да, да, да. Вот примерно, чтобы вы ощущали, что такое. Я помню, когда здесь у нас еще была Стиао Роши, Стиао Роши, на Стиао Роши сшили Сержи Токини, сшили футболки. Я тогда был заменец, потому что эти цифры знал. Значит, Сержи Токини, футболка стоит, фирменная футболка, теннисская такая, она стоит за 100 долларов. Мы шили за 50 центов. Ну, чтобы было понятно, то есть как бы это... То есть весь заработок оставался не на... Нет, нет, нет. Знаешь, что только оплачивали? Они причем приходили очень просто. Они примитивно решали вопрос. А у них есть маленькая фабрика, там 50-70 человек. В тех же Соединенных Штатах, допустим. Они отрабатывают технологии, калькуляции и так далее. Там они платят рабочего минимум 2000 долларов и так далее. Месячная зарплата значительно больше, конечно. Значит, они отработают технологии, приезжают с технологической карты, все материалы, приходят к нам на фабрику и говорят. Ребята, вот мы хотим пошить у вас. Мы говорим, вот это будет стоить столько. Говорят, ребята, вы чего? Вот трудозатраты. У вас какая зарплата по фабрике такая? Вот мы еще вам накладные расходы столько дадим. Нет, мы развернемся и пойдем на Украину. Вот примерно такой разговор. И наши производители, потому что они хотят найти хоть какую-то работу, потому что действительно производство продукции на давальском сырье в 90-е годы, это рассматривает, нам дают новые технологии, нас учат работать. Возможность выжить еще. Возможность выжить и так далее. Мы переоснащаемся, сохраняем предприятия и так далее. Но мы по-прежнему не имеем своих рынков, мы не имеем той инфраструктуры продажи и так далее. Поэтому все остается, к сожалению, по-прежнему. Вот эта кабала, она все больше и больше растет. И телезрители должны понимать, что для того, чтобы сшить современные модные изделия, дизайнер должен жить в Париже, должен жить в Лондоне, должен жить в Нью-Йорке. То есть он должен ходить на вернисаже, общаться, видеть направление моды. Тогда он может проектировать. Потому что, да, у нас есть отдельные наши изделия, которые на мировой конкурсе занимают призовые места. Но это единичные изделия, это, скорее всего, случайность. А дизайнер, для того, чтобы он работал эффективно и так далее, он должен жить в этой среде. Поэтому произвести здесь, в Кишиневе, в таком, будем говорить, на окраине мировой культуры, шить изделия в больших количествах, которые удивляют Европу, это нонсенс. Вот, примерно так. Да, понимаю. Но, если уже говорить, продолжить эту тему, понятно, что партнерство с Евросоюзом, это партнерство, будем говорить, так сказать, на уровне, ну не знаю, бассала-суверена, исполнителя, заказчика, как угодно, каждый может выбрать свою формулу. Сегодня мы говорим о возможности вернуться на рынки восточных соседей. В этой ситуации, ну, вот, меняется понимание того, что мы можем сделать для собственной экономики. То есть, это тоже такие же условия работы на давальческом сырье, или же это возможность создать тот самый, вот, не знаю, надбавочную ту стоимость, за счет которой, в общем-то, и содержится государство. Вот, я просто приведу пример, значит, смотрите, мы сейчас экспортируем в Европу вина по сравнению с 2005 годом примерно в 8 раз меньше, чем экспортируем в Россию. Вот, чтобы было понятно, да? То есть, как бы, да, рынок важен, нет вопроса, торговать с Востоком надо. Но надо понимать, что вот мы создадим самое супер предприятие, самое супер. Вот, возьмем птицефабрику, да, создаем ее по последнему слову техники, да, сделаем все. Я просто, телезрители должны понимать, что сегодня мы импортируем куриное мясо по цене 50-60, ну, птичье мясо, по цене 50-60 центов за килограмм. Это 10-12 леев, да. То есть, это, с одной стороны, технологии, а с другой стороны, огромные дотации государства по отношению к производительной сельхозпродукции. Вот в чем вопрос. То есть, даже если мы захотим, да, то мы никогда, и мы, по сути дела, идем к сворачиванию производства. Я называл цифры, вот как бы, то есть, у нас вот эти 3 года, с 2014 года, да, идет обнуление таможенной почвы, но если по продуктам уже узнался, значит, там сократились они уже на 30%, а должны в течение 10 лет обнулиться полностью. Значит, и уже как пошел всплеск импорта европейского. И мы сами видим по магазинам, мы заходим в магазины продовольствия и так далее, то есть, видим там, сколько, какое огромное засилие европейского товара. А сложные научно-технические продукты, как там телевизоры, холодильники, там машины, оборудование, это вообще уже никто не мечтает. А ведь у нас все это было, у нас все это было, у нас есть кадры, их, правда, уже остается с каждым годом все меньше и меньше, в основном это уже пенсионеры, к сожалению, и так далее. Но мы уже, по сути дела, проходим точку невозврата. В этом трагедия. И сегодня, где-то в такой же ситуации, ну, если говорить по уровню, допустим, 2000 года, была и Россия. Но Россия вовремя спохватилась, и она поняла, что без нужной технического прогресса, без промышленности, развитое, без ноу-хау и так далее, будущего нет. То есть она и будет оставаться сырьевым придатком, за что ее, как бы, по-прежнему критикуют. Но мы же видим то вооружение, которое мы прежде всего видим, да. И мы видим, что много из России поступает сейчас и бытовой техники, да. Они, да, они, допустим, с помощью европейцев, американцев собирают машины и так далее. Но они поднимаются с колен. И мы могли бы быть участниками той кооперации, которая производит Россия. И самое главное, я еще раз подчеркиваю, вот мы еще поставляем семена кукурузы, там, других культур, подсолнечников в Россию. Но поверьте мне, вот те старики, пенсионеры, которые еще, как бы, помнят, что это такое, потому что сейчас идет ситуация по ликвидации, стратегия по ликвидации наших институтов. Их сейчас хотят передать в вузы, наше НПО. Да, и это все дело к краху. Да, все идет к краху. Я просто, даже вот, чтобы вы понимали, значит, смотрите. В мире, в мире нормально тратится от ВВП примерно полтора процента. Плюс до полутора процентов еще платит бизнес на развитие науки. Вот где-то в передовых странах до трех процентов от ВВП. У нас, значит, в 2008 году мы поднялись до 0,7 процента. Сейчас уже меньше 0,3. Но учитывая, что наше ВВП в 20, в 50 раз меньше, чем в развитых странах, то мы уже отстаем по финансированию в 100 раз, в абсолютном выражении. Более, чем в 100 раз. Вот в чем вопрос. То есть у нас наука, она, по сути дела, обречена, как и многие наши, будем говорить, виды производств, они обречены на уничтожение. Вот я все время говорю, надо ли произведить пшеницу? Конечно, надо. Это культура севооборота. Но не только одну пшеницу, не только один подсолнечник, не только одну кукурузу. Потому что, вы смотрите, вы получаете с гектара, в наших условиях, там 3-4 тонны. 3-4 тонны. Производитель получает примерно по 100 долларов за килограмм. Это 400 долларов с гектара. Он имеет на дел 2,5 гектара. Это 1000 долларов. За 1000 долларов он должен содержать семью, он должен пахать, сеять, убрать и так далее. В год. Это же немыслимо. Сегодня есть нормы для полевых культур. Если меньше 2000 гектар, это фазенда, это игрушки. У нас сегодня 925 тысяч пользователей земли. Значит, мы должны из тысячи, каждой тысячи пользователей, 999 семей отправить куда-то, а одну оставить, мы к этому стремимся. И я все время об этом говорю. У нас уникальные... Судя по количеству уезжающих, похоже, да. Нет, мы же их выталкиваем. Мы же выталкиваем. Почему? Потому что людям сегодня яблоки мы продать не можем, овощи продать не можем, потому что мы разошлись с Россией, основной на наш рынок и так далее. Значит, и в итоге, вот, кстати, вот, Додон очень много сделал для того, чтобы вернуться на российский рынок. И сейчас экспорт яблок вырос в несколько раз. То есть, как бы, он начал опять подниматься, начало подниматься вино, начали, вот, семена, я говорил, начали поставляться другие продукты животноводства. То есть, пошли, есть, как бы, заинтересованность инвесторов, они уже поглядывают сюда. Но они же-то понимают, что Додон сегодня не всесилен. Он, человек, по сути дела, бесправ, да, а власть все время демонстрирует свое враждебное отношение к России, высылкой дипломатов и так далее, и так далее. Запреты российских, российских телеканалов. Да, 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 много действий. И они понимают, кто же пойдет со своими деньгами, со своими деньгами, да, сюда, его завтра прихлопнут и все. А потом надо понимать, что сегодня я эту цифру неоднократно называл. У нас в 2008 году инвестиции в внутреннюю экономику были 711 миллионов. В прошлом году было 140 там с небольшим, то есть это в 4 раза сокращение. Вот вам инвестируют. То есть это не только инвестиции из России, это со всего мира. То есть мы такой депрессивный регион, депрессивный регион, в котором люди просто боятся. Как и западные инвесторы, так и молдавские инвесторы. Да, кое-чего там где-то как-то вкладываются. Но вкладываются, я вам еще раз говорю. Значит, вот когда говоришь с инвесторами, да, почему? Они не сильно вкладываются, когда делают что-то на товарищеском цире или что-то делают. Они, завтра мы изменились условия, они поднялись, перешли на Украину, в Белоруссию, там другие регионы, где условия как бы обусобили. То есть они здесь много не потеряют. И сегодня, допустим, устраивают та ситуация, которая есть. Но глубоко залазить с большими инвестициями и так далее. У нас, например, метров посматривают о том, чтобы отсюда уйти, это казалось бы. У нас юнион феносов уже посматривает о том, чтобы отсюда уйти. Почему? Потому что те сливки, пенки, которые они снимали, они сняли, они, по сути дела, ничего не вложили. Я просто приведу такой пример, уже как-то я приводил. Вот смотрите, у нас в 2002 году приняли поставление НРЭ о том, что мы должны перейти на много уровней тарифов. То есть коэффициент ночью, там, после ДНР, 06, да. Ну и вот в Москве, допустим, 4 тарифа, есть 2 тарифа и так далее. Это весь мир, это нормально, потому что ночью оборудование энергетическое не загружено, нагоняет воздух, а днем работает с перегрузом. Принуждает таким образом распределять груз. Да, и поэтому ночью греет воду, отапливает помещение, она день отключает и так далее. Это нормально. Значит, года 3-4 назад Юнифеноса провела замену счетчиков. И опять стали одноуровневой. Вот как бы пример. Когда задаю его в лоб вопрос, ребята, вы что делаете? Он говорит, а у нас типа то, что производители это не хотят. Как не хотят? Я говорил с Молдавской ГРС, с Украины и так далее. А как вы думаете, почему они вдруг так поступили? Они хотят минимум затрат. Ведь от счетчика вошли нам в тариф. Сейчас они вот уже хотят как бы много урони, а опять включат тариф. Это все отмывание денег. Потому что счетчик, реальная цена условно говорит 10 долларов, ее покупают за 20, деньги отмываются. Это же схемы как бы общеизвестные и так далее. И вот все здесь временщики. В этом проблема. Вот как и миллиард. Украсть, а дальше пусть хоть трава не расти. Может ли человек, который любит свою страну, который отвечает за страну, украсть 42% всех денег государства, которые есть у населения, у бизнеса и так далее? Ограбить так. Ну, я думаю, что настоящий патриот бы, наверное, так не поступил. Да не только патриот, вообще человек, который есть хоть грамм совести или порядочности и так далее, никогда бы так не поступил. Воруют все понемногу. Знаете, как говорят, но нельзя же с овцы шерсть снимать вместе со шкурой. Вот чем проблема. Они просто убивают страну. Ну, может быть, знаете, работать на опережение, чтобы другим не досталось. В этом смысле. Очень брачные слова. Да. Ну, вот еще поговорим о такой теме. Наблюдается, ну, некое укрепление национальной денежной единицы, Молдавского аллея. Это говорит о чем? Это все-таки в пользу тех реформ, которые проводит правительство? Или же какой-то, может быть, опять очередной сценарий? Сегодня сейчас укрепляем, потом резко обрушим и заработаем. Значит, было где-то примерно неделю назад такое заявление Армаша, министра финансов, о том, что это является следствием того, что у нас большой приток иностранной валюты, значит, и как бы предложение беспрецедентное долларов и так далее, значит, другой иностранной валюты, поэтому происходит обесценивание. Значит, вот они всегда так... Обесценивание валюты согласятся на укрепление или... Да-да, я сейчас объясню, в чем дело. Значит, во-первых, это ложь, замешанная на еще большей лжи. Вот возьмем мы 4 месяца до 1 января, потому что с 1 января началось укрепление, да, и 4 месяца это. У нас экспорт сократился на 15%. Сравните 4 месяца, сентябрь, декабрь, да. Да, дальше. Инвестиции, я вам говорил, что они падают, да. Значит, поступление от наших соотечественников падает. Розничный товарооборот падает. Значит, то есть, казалось бы, лей должен тогда укрепляться, ну, как бы ослабляться, да, то есть, как бы это. Но дело в том, что дефицит леев еще больше. За счет чего? То есть, Национальный банк провел беспрецедентную акцию, то есть, просто, наверное, мировая практика такого не знает. Ну, видите, можно экспортировать банковские технологии. Да-да-да. Значит, в 2008 году, когда тоже начал обваливаться лей, да, тогда Толмач, будучи губернатором Национального банка, он вбросил огромную сумму денег. Значит, долларовых из валютных резервов, а с другой стороны, поднял норму резервирования от суммы привлеченных средств до 22%, с 10% до 22%. И тогда вся оппозиция, которая ныне у власти, вопила бувально там истерически о том, что та власть убивает экономику, как это может быть 22% резервировать. Это вообще немыслимо. А сегодня 40%. Сегодня 40% от привлеченных средств коммерческими банками закладываются в резервы. Вот в чем. То есть, вот эта вся ликвидность из банков изъята. То есть, в стране нет денег. Вы посмотрите сегодня. Получается, те средства, которые сдаются Национального банка, да, получается, то резервирование? Нет, нет. Вот вы привлекли депозиты. Да. Вы привлекли депозиты. 40% зарезервировали на счетах Национального банка. То есть, вы их, по сути дела, безближили. Вот в чем проблема. И то есть, создается вот такой искусственный год. Я, например, лично оцениваю то, что это специально играется на понижение. Это снова года. С Нового года идет. То есть, в какой-то момент это все отпустится. И те, кто имеет доступ к этой инсайдерской информации, они сейчас усиленно скупают валюту, потом сбросят, на самом деле, получат еще один миллиард. За счет нас. Вот будем так говорить, чтобы было понятно. То есть, сегодня посылов для реальных, для укрепления национальной валюты нет. Экономика стагнирует. Экономика стагнирует. Единственное, что вот то, что вот эти даже тот остаток леев и так далее, он выводится. И у нас в целом снижается деловая активность. То есть, почему нет потребностей в доллары? Они не нужны никому. То есть, вот в тех объемах, которые сегодня есть. Даже в тех упавших объемах не нужны. Потому что экономика стагнирует. Все затаились. Бизнес затаился. Люди экономят на все. Вот в этом проблема. То есть, проблема не в том, что... Да, понятно, что курс, он определяет с одной стороны спрос, с другой стороны предложение. И если доллар дешевый или евро дешевый, то это является повышенным предложением. Но предложение, оно не за счет того, что это нормальная экономика. А тут представьте себе, что вам спустили 40% крови, и потом говорят, чего такой вялый? Ну вот я как раз и об этом. Понятно. Получается, да. Нету достаточного количества, с одной стороны, валюты, которые можно было бы, с другой стороны, у нас очень мало... Ну, у нас еще меньше леев. Вот в чем проблема. Вот это, у нас снижение очень сильной деловой активности. За много лет впервые у нас очень сильное падение промышленности. Вот обратите внимание, наверное, вот сейчас был этот апрель месяц, то есть, это вообще нонсенс, такого не было падения. То есть, куда ни смотришь, все у нас плохо, все у нас сворачивается и так далее. То есть, демагогии у нас очень много, говорят много. И вот тогда уже тоже, как бы, в среду я уже, как бы, грантки согласовал. В среду выйдет тоже в аргументах факта статья. Курслея-лапша на уши с вопросительным знаком. Вот там как раз расписано, сколько мы получаем деньги и по денежным переводам, и иностранные инвестиции, и другие показатели, которые там будут видно, почему и что происходит, как она обстанет дела на самом деле. Но я еще раз подчеркиваю, что это, может, этот пузырь лопнуть. Единственное, час икс знает, наверное, тот, кто, как бы, этим всем дирижирует. Кто и раздувает его. Да, потому что мне задали вопрос для журнала «Бизнес-класс». Говорит, а когда, вот, как бы, изменится курс? Я говорю, вы поймите, это все равно, что задать вопрос пассажиру, когда водитель повернет направо или налево, или когда он затормозит. Руль-то у него в руках, и рычаги управления. Откуда, к тому, можно сказать. Вот то же самое здесь. Ну, сейчас, так сказать, не о домыслах, но о том, не о демагоге, а о том, что, в общем-то, говорят сегодня. Говорят и о разведке сланцевого газа в Молдове. Ситуация, которая обсуждаемая, с одной стороны, критикуемая, с другой стороны, и еще, вы знаете, как бы вызывает массу других вопросов и недоумений. А нам это надо? Нам нужен этот сланцевый газ? Может быть, все-таки, сохранить возможности получения, так сказать, природного газа посредством из трубы, как обычно? У местных молдавских юмористов родилась шутка, что американцы здесь роют под видом сланцевого газа, просто пытаются прорыть тоннель к российской трубе. Знаете, но это шутки шутками, а тем не менее, вот с чем мы сегодня столкнулись в виде вот этих георазведки сланцевого газа? Вот смотрите, значит, где американцы добывают сланцевый газ? Они в штате Невада, в пустыне. Почему? Значит, сланцевый газ добывается следующим образом. Значит, делается скважина, туда заканчиваются страшные ядовитые химические реагенты, и методом гидроразрыва пласта образуют полости, в которых собирается газ, и потом выкачивается наружу. Значит, вот на наших всех артезианских скважинах можно поставить крест. То есть, мы все... То есть, мы и так, у нас, например, если говорить, юг, вот ниже Котовского, Чемешлийский район, это уже гидротемический коэффициент, туда ближе к буржавской степи, равен 0,7. То есть, количество выпадаемых осадков меньше, чем испарение, вот коэффициент 0,7. И, в принципе, у нас регион это с большим дефицитом воды. Была попытка, если помните, построить канал на неиспарение. Там еще даже фрагмент этого канала можно увидеть. Да-да-да, который засолился и так далее. Значит, все это было. Мы, по сути дела, уничтожили наши ороссительные системы. По сути дела, мы уничтожили и продолжаем уничтожать нашу реку Днестр вместе с украинцами. Значит, и еще лишить нас артезианских скважин, это вообще, отдать 40% территории под это, это же не пустыня. Это не пустыня, это регион, где была одна из самых высоких, самая высокая плотность населения в Европе. Это просто, это похлеще миллиарда. Это для меня, я расценил, это похлеще миллиарда. А газом получим там, ну, пшик, то есть, образно говоря. Да, стоит ли, в общем-то. Обчинка выйдет, не стоит. Да, те заработают, кто газ добудет, нет вопроса, нет. Но они встанут и уйдут. В этом вся проблема. Боюсь, что когда они уйдут, там уже никого не останется. Нет, начнутся, вы поймете, когда люди пьют отравленную воду или живут на травленной земле, на травленной земле, то это здоровье, это люди умирает, болезни и так далее. То есть, это ничем хорошим не кончается. И потом, та продукция, которая растет на этой земле, тоже будет отравлена. Да. Михаил, спасибо за разговор. Конечно, уже, наверное, больше попахивает депрессией в отношении, ну, если, конечно, наши телезрители ожидали каких-то, может быть, проблесков оптимизма в нашей своей беседе. А экономика сегодняшней Молдовы, это экономика абсолютно депрессивной страны. Вы правильно отметили? Мы не развиваемся, а деградируем. И для того, чтобы изменить, для того, чтобы, может быть, все-таки, знаете, вот, если понимать, что такое точка невозврата, и мы понимаем, что до нее не так долго остался путь, то, может быть, на этом пути нам бы удалось остановиться и попытаться совершать такой разворот. Разворот, чтобы точка невозврата осталась за нашей спиной, а не перед нами. У нас открыта дверь возможностей. Сейчас пришел президент, который это понимает, и который, как бы, вот, он за многополярный мир, за многовекторность нашей страны, и именно за то, чтобы люди пришли в политику ответственные, и думали о государстве, а не о проблемах соседних государствах и так далее. Ведь я был в Сингапуре, могу, времени уже, конечно, нет, могу рассказать, эта страна была страшно депрессивна в 60-х годах, значит, и они в... С 300 долларов ВВП на душу населения выросли до 30 тысяч к 90-му году. То есть вот такой скачок гигантский. Значит, у них была речка, пошла по Сингапур, по Сингапуру шла речка, такая как у нас бычок, такая же грязная. Я был в Сингапуре, гулял, целый день ходишь по Сингапур, туфли абсолютно чистые, без пыли, рубашка абсолютно, то есть воротник абсолютно чистый. Но единственное, что, конечно, жарко, это же экватор, понятно, да? Но шваброй моют, со шлангом моют тротуары со щеткой, при том, что вода привозная. Они добывают даже с артезианской скважины, песок и вода привозная. Вот, казалось бы, город-остров, у них фрукты, овощи, продукты, что воздействуют дешевле, чем у нас в Кишиневе, при том, что они ничего не выращивают. Хотелось бы, чтобы когда-нибудь, пусть даже через три десятилетия, кто-то заговорил о молдавском чуде. Нет, мы пошли правильным путем. И сегодня все признают, что идем не тем путем. Спасибо вам за этот разговор. Будем, думаю, возвращаться много раз к этой теме. И очень надеюсь на то, чтобы мы с вами были, ну, одним из тех первых людей, которые сказали, смотрите, вот оно, не просто решение, а вот уже и действие за этим решением, которое привлекает инвестиции, создает новые рабочие места и, в общем-то, делает нашу страну каждому лучше. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был экономист Михаил Пойсик. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин